Всем привет! Это проект Люди равно Балакова, который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Если спросить у современника, где находится центр Балакова, то этот вопрос может поставить его в тупик. Что считать центром? Место, где проводятся городские мероприятия? Но это новая часть города, которая появилась на карте Балакова всего полвека назад. Или центр это историческая часть, с которой все начиналось? Кто-то скажет, считать нужно от почты и тоже будет прав. Вот это, кстати, одно из первых зданий Балаковской почтовой станции. Сюда, на улицу Почтовая, привозили корреспонденцию 120 лет назад. Именно письма на протяжении долгого времени оставались единственным средством общения. И здесь расстояние до адресата имело значение. Чем дальше он живет, тем дольше ждать ответа. Нулевой километр в каждом населенном пункте находился там, где почта. В Балакове это была улица Почтовая. Именно там стоял вот такой вот стол. Первым почтмейстером Балакова был Николай Макаров, который возглавлял почту 10 лет с 1901 по 1911 годы. В начале 20 века это была очень уважаемая профессия. Даже объявляли конкурс, чтобы выбрать самого подходящего кандидата. Вот это его рабочее место, за которым я сижу. Вот это истинный его стол. Вот это вся его атрибутика. Вот видите, здесь свечи стоят, чернильница с ручкой, с пером, который лежал у него. Все письма тогда приходили в уездный город Николаевск за 80 верст от Балакова. Оттуда их везли на тройках. И звонкий колокольчик оповещал жителей, что приехала почта. На Балаковской почтовой станции меняли лошадей, а сами доставщики корреспонденции отдыхали. Стоял самовар, вот такой вот, видите, самовар стоял. Чаем угощали всех, они там отдыхали, потом ехали дальше. Особенно выделялись среди Балаковских почтальонов представители удивительной семьи Строгановых. Династия почтарей Строгановых работала на Балаковской почте и до революции, и после нее. И даже в годы войны Строгановы не только сражались, но и доставляли письма на поля боя. В годы Великой Отечественной на фронт уходили представители совершенно разных профессий. И Строгановы также отправились на войну, но и там продолжали дело своей жизни. Яков Алексеевич, к примеру, был начальником полевой почты. За свой самоотверженный труд получал благодарности и грамоты, ведь письма ему приходилось доставлять и туда, где шли бои. Мужчины уходили на фронт в 41-м году, работая здесь на почте. Вот один из Строгановых, он возглавлял почту в селе Еланг. На фронт ушли не только представители мужской половины семьи Строгановых, но и отважные женщины. Клавдия Андреевна, например, воевала на Украинском фронте. 22-летняя девушка подготовила к вылету более 700 военных самолетов, была в работе энергично и проявляла инициативу в подготовке и ремонте вооружения. За это получила медаль за боевые заслуги. А после войны вернулась в Балаково и продолжила дело семьи. Они все-таки много сделали для Балаковской почты в свое время. Долгое время почтальон – это была сугубо мужская профессия, которая требовала крепкой физической подготовки, а также умения управляться с лошадьми. В военные годы тяжелые сумки с корреспонденцией носили женщины. На плечи этих женщин легла, конечно, большая работа. Ведь почта была очень много, писали писем на фронт, фронт, значит. И надо было четко все организовать, доставить. Мы работали как бы эти день и ночь. За четыре года войны почтальоны доставили десятки тысяч писем с фронта в Балаково и ближайшие села. Письма шли тогда долго, потому что часто почтовые вагоны попадали в зону боевых действий. Бывший начальник Балаковского почтамта Лев Юрьев до сих пор хранит послание от своего отца. Пришло письмо, он поздравлял с новым 1942 годом. Письмо пришло 16 февраля 1942 года, а 15 февраля он был убит. Письма с фронта проверялись районным отделом военного комиссариата. Многие из них имеют штамп проверенной военной цензурой. Это делалось для того, чтобы в посланиях не были указаны места боев, виды вооружения, имена командующих. Если в письме очень ярко описывались тяготы военной жизни, его даже могли изъять. В этом случае семья тщетно ждала весточки от солдата. А вот сообщения из тыла не так тщательно вычитывались. Слова поддержки от родных воинам были необходимы для поднятия боевого духа. Хочетов в Балакове всегда играла очень важную роль. И почтальоны выполняли свой долг, несмотря ни на что они доставляли письма до адресатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова